Добрый вечер! Я не скажу, что армия поклонников Геннадия как-то разочарована. Они наоборот сплотились после поражения, которое было решением судей объявлено. Эксперты все-таки разделились на два лагеря. Кто-то видит очевидную победу Геннадия, а кто-то наоборот говорит, что решение судей было заслуженным. Как вы считаете? Для меня показательно мнение именно зарубежных экспертов, американских, в том числе и пишущих о боксе. Все-таки в Америке это большой рынок, профессиональный бокс, и многие эксперты специализируются в этой теме. И большинством они отдали в этом бою победу по их почету Головкину. Тот же Харат Ледерман, независимый эксперт телеканала HBO, также отдал победу в этом бою Головкину. На мой взгляд, тоже Геннадий выиграл. Может быть, не так, как в предыдущих боях. Но здесь нужно понимать, что есть такой фактор, как определенные ожидания, связанные с Головкиным. Большинство болельщиков, а общественность привыкла к тому, что он побежал безоговорочно, нокаутом, досрочно. А здесь встретился очень сильный соперник, и уже то преимущество, которое было в предыдущих боях, оно не было видно, не было таким подавляющим. Тем не менее, преимущество в этом бою было. В Заголовкином он больше атаковал, больше раунда выиграл. Тем не менее, судейский ледикт получился таким. Думаю, что, несмотря ни на что, Геннадий сохранил за собой негласное звание народного чемпиона, аббревиатура People's Champion. Я думаю, что Геннадий этим боем завоевал еще больше поклонников по всему миру, потому что в Америке, в МИКе профессионального бокса, особенно ценится, когда боксер бьется до конца. И несмотря ни на что, несмотря ни на какие-то травмы, гематомы, и в этом отношении, я думаю, Геннадию мало равных до сих пор в мире. Ну а по бою, да, если брать лично меня, немножко не узнал Геннадий, обычно он работает агрессором, очень много бьет по корпусу, удар по корпусу, один из его коронных. К сожалению, в этом бою мало этих ударов было видно, только к концу боя он разбросался, и как только он руки раскидался и в своей привычной манере начал работать, сразу рисунок боя стал выравниваться. На мой взгляд, немножко был запоздалый спорт, тем не менее, несмотря на это, мне кажется, что для итоговой победы этого хватило. Профессиональный бокс – это большой бизнес, с этой точки зрения Канело более предпочтителен. Для американского рынка, учитывая многомиллионную, более 150 миллионов армии мексиканских болельщиков, учитывая, кто стоит за Канело, это Оскар Беллахоя, один из самых могущественных профессиональных промоутеров, в прошлом великий боксер сам, прекрасно знает всю кухню изнутри и прекрасно провел подготовительную работу, как к первому, так и к второму. Команда сработала отлично. Ну вот смотрите, многие эксперты говорили о том, что, и сейчас продолжают говорить, что нужно было все-таки остановиться, то есть завершить карьеру, когда на руках были все эти пояса, то есть зря он ввязался вообще в этот бой. Ну, это, наверное, говорят не эксперты, а больше широкая общественность, потому что у настоящих экспертов такое мнение, оно может только улыбку вызвать, потому что профессиональный бокс – это не только спорт, это шоу с элементами спорта, это даже не спорт с элементами шоу, а шоу с элементами спорта. Здесь несколько другие цели стоят. В спортивном отношении Головкин давно всем все уже доказал, в любительском боксе выиграл все, что можно было, ну, стал серебряным призером Олимпицы игр, а в профессиональном боксе одна из наиважнейших, главнейших целей в вообще профессиональном спорте – это цель заработать. И к денежным боям Головкин подошел вот только сейчас. За последние два боя Геннадий выиграл, Геннадий заработал больше, чем за предыдущую карьеру свою. И в этом отношении… В любительском? Нет, в профессиональном боксе. В целом? И это нужно не забывать этот аспект, это немаловажный аспект, потому что завтра карьера закончится. Это очень тяжелый спорт, много травм оставляет, много усилий требует. Соответственно, должна быть какая-то сатисфакция, хотя бы какое-то выраженное в каком-то банковском счете большом, да, заработанном. В этом отношении, я думаю, Геннадий поступил совершенно правильно. И к этим денежным боям он только сейчас подошел, к сожалению, ввиду разных причин. Во-первых, он не свой на американском рынке, у него нет такой фан-базы в Америке, платежеспособной, которая будет покупать pay-per-view. И во-вторых, он оба боя не проиграл. В том бою, в предыдущем, не было ничья, он его выиграл явно. А в этом бою победу можно было отдать в любую сторону. Понятно. Ну, а вот смотрите, получается, что Канело, вот он с момента прошлого боя, да, он значительно, как отмечают, как раз-таки профессионалы, он хорошо подготовился, то есть технически, да? Канело провел мощнейшую подготовку, и техническую, и тактическую, и в физическом плане был очень сильно готов. Кроме этого, не нужно забывать, ему 28 лет, он до сих пор находится на подъеме. И в этом отношении нужно дать ему должное, нужно уважать ту работу, которую он проделал, в первую очередь, над собой. Он занял центр ринга, он не бегал, не отступал и работал агрессором. Я думаю, для многих экспертов это стало неожиданностью, возможно, стало неожиданностью даже для лагеря Головкина. И обычно Канело выступает контрпанчером, но здесь он выступал и агрессором. И это показывает то, что парень очень талантливый, он растет, и он работает над собой. И в высшей степени похвально, что Геннадий вышел биться именно с лучшим на сегодняшний день соперником в этой весовой категории. Ну а вот все-таки тренеру Головкина наоборот поставили двойку за подготовку. Да, я видел много критики, то, что Белия Санчеса сейчас очень сильно критикует и говорят, что Головкин вытащил его за счет своей базы предыдущей. Но нужно не забывать мнение самого Геннадия, он много раз говорил, что чувствует себя комфортно с Абелем. Насколько я знаю из других источников, у Санчеса очень хорошая подготовка в плане физической готовности к бою. И здесь мы видели, что Головкин очень хорошо дышал, очень хорошо двигался весь бой. В основном, ну мне судить, наверное, будет сложно, потому что если Геннадий Головкин здесь все устраивает, то он достаточно профессионал, чтобы выбирать себе команду на уровне. До этого времени все работало, зачем в машине что-то менять, если она едет и работает. И случилось поражение, предыдущий бой тоже был такой очень конкурентный и сразу посыпалась критика. Ну мне кажется, что в плане тактики, может быть, не совсем была верна она выбрана на этот бой, опять же. Но по одному бою нельзя судить о всем том наследии, которое Головкин строил все эти годы. Ну а вот в моральном плане, так сказать, психологически, вот это поражение, оно было ударом для Геннадия? Я думаю, в любом случае для такого честолюбивого парня, как Геннадий, это морально тяжело ощущать. Но он держался молодцом. Он держался молодцом, он достойно принял поражение, он поздравил Канело с этой победой. И это еще раз показывает, что Геннадий является джентльменом не только на ринге, но и вне его. Но, конечно, внутри он переживает. Во-первых, он мог поставить вечный рекорд. До этого времени 20 защит титула было только у Бернарда Хопкинса, и 20 защит было у Геннадия Головкина, титула WBA. Если бы в этом бою была хотя бы зафиксирована ничья, то это была бы 21 защита титула, это был бы рекорд на века. Но в любом случае он и так стал совладельцем самого длинной серии защиты чемпионского пояса. Конечно, морально немножко внутри подавлен, я думаю, потому что ощущает себя победителем. И по мнению многих экспертов, я сам считаю, что он тоже выиграл в этом бою. Понятно, что такие поражения, они всегда внутри очень долго будут, на душу будут скрести кошки. И именно, что вот так все произошло, вроде бы сделал все возможное для победы, а она ушла в другую сторону. И вот все-таки будет ли третий бой? Нужен ли? Ну, судя по тем заявлениям, которыми обменялись обе стороны в последний день, третий поединок назревает. Есть разные мнения, что вот и Москва выразила готовность, и тут же раздалась критика, почему они в Астане. Я думаю, что если третий поединок состоится, а обе стороны выразили желание для третьего поединка, то он не состоится ни в Астане, ни в Москве. В первую очередь из-за пей-пер-вью, который составляет большую часть денежной прибыли от боя. А состоится там же в Америке, и состоится не ранее, чем через год, и будет также приурочен к какому-то местному празднику, возможно, тому же мексиканскому. Потому что это генерирует, опять же, пей-пер-вью, соответственно, гонары растут, и все участники этого события могут заработать. Мне кажется, что третий бой, в принципе, возможен. И радует тот факт, что оба соперника получат достойные гонорары здесь. Но я надеюсь, что если третий бой состоится, Геннадий не оставит вопросов по поводу уже окончательного победителя в этой трилогии. Ну, как вы думаете, Канело-то рискнет своими поясами? Он с таким трудом их завоевал? У Канело давно прирос, уже все пояса. Есть такой тип боксеров, для которых неважно, какой пояс. Это тот же самый Майк Тайсон, из современников, это Мэнни Пакео, Флойд Майвезер. Когда они выходят, вы, по-моему, даже не задумываетесь, какой пояс на Кану стоит. Потому что вас привлекает имя боксера, его харизма и его мастерство. В этом отношении то же самое. Здесь пояса уже не важны. И для Канело не принципиально ставить пояса на кон. Для него принципиально найти в себе силы выйти третий раз на бой с Головкиным. Но судя по второму бою, с этим у него тоже должно быть все в порядке. В любом случае, Геннадий для нас останется чемпионом абсолютным. Полностью согласен. Айдар, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы успехов. Вам спасибо, что позвали. Альфия, я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был заслуженный мастер спорта Республики Казахстана Айдар Махметов.